Всем привет! С вами Мистер Бритва. И сегодня я расскажу о тех новинках, которые пополнили мою коллекцию буквально недавно. То есть проведу распаковку тех вещей, которые пополнили мою бритвенную коллекцию. И попутно, по пару слов о каждом из моих приобретений расскажу отдельно. Заранее прошу меня простить, у нас резкие перепады температуры. Было буквально позавчера плюс 24, сегодня плюс 3 градуса. В связи с этим, с резким перепадом, немного приболел, поэтому это может сказаться на звуке в данном видео. Прошу прощения перед вами, но не терпится мне с вами поделиться своими эмоциями, поделиться своими приобретениями, поэтому снимаю видео в таком состоянии. Первое, что хотелось бы распаковать, это такая вот посылка из Новосибирской области. Давайте ее вскроем, посмотрим что внутри и параллельно будем беседовать. Пакет стандартный, пластиковый. Почта России такими укомплектовывает большое количество своих посылок. Параллельно вскрываем пакет. Хочу также помимо распаковки в ближайшее время снять несколько видео, то есть отдельных видео обзоров по каждому из тех пополнений, из тех предметов, которые пополнили мою сегодняшнюю коллекцию. То есть в ближайшем видео каждый предмет более подробно будет нами с вами рассмотрен. Упаковка на совесть. Упаковали, что можно в принципе из базуки стрелять. Даже не надеялся на такую упаковку. Просил запаковать понадежнее, так как почта России склонна к актам вандализма с различными посылками. Бритвенные принадлежности, косметика и аксессуары, как правило, очень хрупкие в большинстве своем. Частенько бывало, что разливаются спиртовые лосьоны. Один раз станок пришел немного покоцанный. Поэтому перед отправкой, такого рода отправлений, всегда прошу, списываясь заранее с продавцом и прошу упаковать более надежно. Так, что мы видим на подобии книги? Упаковочка. Так. Один и второй. Упаковка больше нам с вами не потребуется. Уберем ее в сторону. И займемся объектами сегодняшнего обзора. Сейчас быстро второй распакую. Прошу прощения за шуршание. За упаковку продавцу смело можно ставить самую высокую оценку. Все внешне доехало в целости и сохранности. Итак. Вскрываем. Номер. Раз. И номер два. Вот что было в первой посылке. Это советский бритвенный станок. Номер один. И номер два соответственно. Станки идентичные. Обращаю ваше внимание на необычный способ крепления лезвий. То есть лезвие встает сюда и ушками зацепляется за вот эти вот специальные насечки. Здесь направляющая. То есть нет привычных для нас штырьков. Как здесь и здесь в современных станках. А здесь такого рода крепления. Металлический болт. Скорее всего медный. Такая вот плита. Нижняя прорези для пены. Прилегает плотно. Хочу обратить внимание на ручку. То есть ручка пластиковая. Сквозная. Здесь как правило у большинства станков также есть металлическая резьба. Для того чтобы подобного рода конструкция была максимально прочной. Максимально эффективной и долговечной. На этих станках к сожалению производитель сделал только металлический болт. Вот они. Два идентичных станка. Разница у них только непосредственно в цвете. Здесь я так понимаю паспорт изделия. Сейчас посмотрим что же из себя представляет. Аппарат для лезвий и безопасного бритья. Артикул. Цена 82 копейки. Год выпуска 1985. Футляр. Этикетка. Гарантийный срок. Завод. Доступ. Это паспорт изделия. Бритва новая. 1985 года выпуска. Если видно. Неплохое пополнение в мою коллекцию. Люблю все что связано с винтажом. С винтажные какие-то новые приколюхи. Собираю. С радостью коллекционирую. Пустая коробка. От лезвий. И одно лезвие спутник. В комплекте. Лезвие не вытирать. Только промывать. Вот оно. Лезвие новое. Насколько я понимаю. Клей от времени видимо просто. Свою способность потерял. Завод бытовых приборов. Ленинград. Цена 1 рубль. Нержавеющая сталь. 10 лезвий. Пачка 10 лезвий. Осталось одно. Судя по станкам. В эксплуатации они не были. Иначе белая пена со всех сторон. Давало бы знать о том, что станки были в эксплуатации. Это первая моя посылочка, которую хотел распаковать при вас. Это я потом все уберу. И отдельно потом уже взвешу станки. Отдельно сделаю замеры. И отдельно более подробно расскажу про них. Второе, что хотел бы вам показать, что пополнило недавно мою коллекцию. Это винтажные лезвия. Это лезвия Суиш. Стенлес. Бомбей. Индия. Такие вот лезвия. Сделано в Индии. Сталь. 5 штук. Лезвия ориентировочно 70-х, 80-х, 90-х годов. То есть более конкретно и подробно сказать не могу. Ближе к 80-м годам. Они новые, запечатанные. Брал их в коллекцию. Пользоваться ими не собираюсь. В принципе, как и теми безопасными бритвами, которые сегодня получил и только что при вас вскрыл. И второй экземпляр. Выглядят они, конечно, не так замечательно, как индийские Суиш. Это японские лезвия. Японские перышки. 10 штук их. Желтая упаковка. Позже сниму отдельное видео по отличиям современных лезвий от винтажных. То есть здесь я уже вижу, чем они отличаются. Отдельно посвящу видео этим лезвиям. Более подробно по ним побеседуем. То есть вот здесь вот видно, что упаковка немножко пострадала. Вот здесь. Но в целом упаковка запечатанная. Пачка не пользованная. Нужно будет мне продумать, как вот эту вот старую этикетку заменить на новую. То есть аккуратненько снять старую этикетку и аккуратно одеть новую, чтобы лезвия в нетронутом таком состоянии, в нетронутом виде. Далее перешли по наследству потомкам. Ну и в заключении хотел бы поделиться тем, что буквально недавно получил. Есть у меня подписчик. Он помимо подписчика является моим другом, моим товарищем и является энтузиастом влажного обритья, влажного классического обритья. Это Азиз. Частенько он у меня в комментариях писал различные слова благодарности, различные теплые слова. Хотелось бы тебя, Азиз, поблагодарить за помощь в приобретении данных ништяков. Расскажу небольшую историю. То есть познакомились мы с Азизом на одном из бритвенных фестивалей. Он только начинал свою дорожку влажного бритья. Познакомились с ним, разговорились. Оказалось, что у человека работа связана с разъездами. То есть разъездами не по области, не по России, а разъезды глобального характера. То есть он путешествует по всем странам мира и в зависимости от той либо иной страны заходит в различные торговые точки, супермаркеты и приобретает различную косметику. Как себе в коллекцию, так и по моим просьбам. Помогает мне в приобретении тех либо иных аксессуаров, тех либо иных косметических средств. Поэтому у нас с Азизом много общего. То есть начиная от влажного бритья, начиная от того, что мы с ним дружим семьями, ну и заканчивая, конечно же, нашим таким синдромом скупить и попробовать все. Это уже, наверное, хроническое заболевание. Поэтому вот очередная партия благодаря Азизу сейчас находится перед вами. Это помазок Омега. И, судя по своему размеру, обычная упаковка стандартная для Омеги, пластиковая. Судя по размеру помазка, по размеру и высоте узла, это исключительно вариант для работы на лице. Такая вот пластиковая ручка двухцветная. Напоминает чем-то советский пластик из СССР. То есть будет неплохим вариантом для сочетания с таким вот станком. Ну, а здесь все стандартно. Эмблема компании. Сделана Виталия. Высота ворса. Пучок ориентировочно 22 здесь. Вот такой вот помазок. Я его со временем разработаю, промою и обязательно сделаю отдельный обзор по данному помазку. Покажу, что он из себя представляет в работе. Ну и три стика. То есть стик Вилкинсон, стик табак и стик для бритья от компании Шпайк. Это все немецкое мыло. Вилкинсон Сворд выпускает помимо мыла различную косметику. Лезвие для безопасных станков. Различные. Крема для бритья. И вот у него, у этого Вилкинсона, у компании есть мыло для бритья в чаше и мыло в форме стика. То же самое касается Шпайка и табака. Табак скажу сразу, что я уже пробовал. Поэтому табак заказывал специально для того, чтобы использовать его в дальнейшем и наслаждаться. По всем стикам, повторюсь, сниму отдельные обзоры. Почему выбрал отдельно именно стики, а не мыло в чашах от данных производителей. Смотрите, на примере табака я объясню. Не являюсь фанатом стиков. Так уж вышло, что работа не разъездного характера. Работа не связана с путешествиями и командировками. Поэтому большую часть времени я нахожусь в городе. И могу спокойно пользоваться обычным мылом. То есть, стики больше предназначены все-таки для поездок и путешествий. Здесь выбираю стики. Обещал на примере табака рассказать. Смотрите, по цене немецкого магазина. Стик табак весом 100 грамм стоит чуть меньше 4 евро. То есть, там 3,80 если не ошибаюсь. Шайба мыла табак стоит 7 евро объемом 125 грамм. То есть, масса практически одинаковая. То есть, здесь 100 грамм, там 125. Цена этого стика 3,80. Цена шайбы 7 евро. То есть, я за цену двух стиков куплю только одну шайбу. И наоборот. За стоимость одной шайбы куплю 2 стика. В стике 100 грамм. То есть, 2 стика будет 200 грамм мыла. Уложу данное мыло в удобную для меня чашу. И буду использовать ее с удовольствием. Вот чем я руководствуюсь, покупая именно стики для бритья. Цена у них адекватная. Цена у них небольшая. У шпайка и Уилкинсона там в районе 2,5-3 евро. Поэтому, покупая сразу несколько штук. И утрамбовывая в одну чашу. Можно сэкономить. И, в принципе, можно, допустим, часть стика использовать как стик. Если какие-то поездки будут. Часть стика просто утрамбовать, утоптать. Можно сразу одним вот этим вот мылом, сразу несколько вопросов для себя закрыть. На этом, в принципе, у меня все. Это все, что в недавних обзорах я не хотел показывать. Ждал, пока все посылки будут сразу у меня. И снять одно видео, чтобы не плодить сразу несколько видео по 2-3 минуты. В ближайшем будущем планирую снять несколько видео по более подробному обзору с характеристиками, с описанием тех, либо иных ништяков. На этом с вами Мистер Бритва прощается. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Комфортного вам бритья, дорогие подписчики. Всем спасибо. Всем пока.